Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Черкас Атлант, с вами Михаил Черкасов и Павел Альцов, Македон. Привет, Паш. Что подготовил ты сегодня? Сегодня покажу вам упражнения на взрывную силу, в которых задействованы большое количество мышечных групп, но, соответственно, они помогут нам для улучшения броска, силы борьбы, стартовой скорости и так далее. Давай. Первое упражнение мы делаем вот с такой вот силовой сумкой. Выглядит она следующим образом. Посмотрели внимательно. Я делаю маховое движение вперед из положения выпад-назад. То есть идет выпад-назад. Я покажу сначала медленно. Присел и отсюда синхронно я должен выпрямиться наверху вместе с ногой и выкидывая сумку вперед. Отсюда. У меня оно сразу же, да, движение идет в противоположную сторону налево. Я также делаю выпад обратно-назад на левую ногу. Итак, посмотрели. Упражнение. Когда идет движение назад, идет очень хорошая работа на силу и на стабильность корпуса ног. И когда мы отводим сумку вот сюда назад, мы немножко замедляем вот это движение. И отсюда начинаем взрываться. Взрываемся мы, естественно, всем телом. То есть идет работа ноги наверх. То есть она должна выпрямляться. И руки должны остаться перед собой. Идет маховое движение снова на противоположную ногу. Снова замедляю. Снова вышел наверх. Еще важно, наверное, поймать это движение, когда... Да, это координация. Это координация, да. Я сразу сказал, что это взрывная сила и координация. То есть смысл в чем? Здесь нужно поймать, здесь нужно держать стабильно. То есть колени не должны гулять. Корпус должен скручиваться правильно. Спину я не должен сюда, да, именно скручивать. То есть плечевой пояс должен быть здесь, опять же, мобильный. Еще раз. Давай покажу с гантелей, потому что не у всех есть. Мешок, да. Да, мешок, сумка. Вот. То же самое. Мы взяли гантель и поехали. Давай теперь прям по фазе будешь объяснять. То есть здесь определенный все равно угол должен быть, там колено там не должно, например, выходить. Да, то смотри. Первое. Когда мы идем, делаем выпад назад, у нас идет стабилизация колена, стабилизация тазобедренного сустава, стабилизация корпуса. То есть мне нужно остаться в этом положении, я не должен быть здесь, да, болтаться. То есть я должен быть весь натянут, углы должны все сохраняться. Отсюда идет мощность, то есть за счет ног и за счет корпуса. То есть вот эта вот, скажем так, поперечная вот эта работа, она в хоккее очень важна. За счет того, что у нас есть и броски, и силовые, и говоря про стабильность, мы имеем в виду тоже и силовую борьбу, устойчивость и так далее. Отличное упражнение для развития взрывной силы. Это упражнение я рекомендую делать 3 подхода по 10 таких маховых движений на каждую ногу. То есть всего 20 получается. То есть если всего 20, то у нас получается следующая работа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну и таких 20. Итак, следующее упражнение. Мы будем метать утяжеленный мяч. Начало я покажу, как выглядит упражнение, потом уже мы его разборим. Это упражнение очень хорошо развивает взрывную силу. Здесь, конечно, очень важна координация, потому что нужно делать все вовремя. Из положения выпадок руки у нас вот здесь возле груди вместе с мячом. И я должен во время того, как я уже перехожу на ударную ногу, работает нога и одновременно руки. То есть и зафиксироваться, проводить. И меняешь ногу еще попрощить. Да, обязательно. То есть здесь смысл в чем? Выхожу с ноги. Идет движение вперед. Я должен весь выпрямиться. Если обратишь внимание на эту ногу, она должна выстрелить. Посмотри. То есть она разгоняет, и руками я уже добавляю. То есть мы никуда не торопимся. То есть я сделал бросок, пришел, сфокусировался, продумал, что я сейчас буду делать. Сделал какую-то работу над ошибками. И подумал, так, здесь я что-то сделал не то. Сейчас нужно исправить, посмотреть на какими-то моментами и дальше скопляться. Сколько подходов? Я рекомендую делать здесь на каждую сторону по 6 раз. А это делается в комплексе с предыдущим упражнением? Или... Вот данное упражнение можно делать в комплексе с другими упражнениями, скажем так, похожими по биомеханике. Они похожи, но движение, скажем так, метания, так называемое, да, оно идет немножко... Здесь поперечная работа больше идет, а здесь идет работа более фронтальная. То есть лучше не совмещать их? Тоже можно совмещать, но я бы эти упражнения именно не делал бы в сете. Я бы их делал бы, я бы их разбивал бы. Естественно, метание должно быть примерно на уровень твоего лица. То есть не наверх, никуда не вниз, а вот примерно так же. Супер. Ну что, ребята, вот такие два упражнения. То есть здесь было две вариации просто для тех, у кого нет такого мешка, он может брать гантелью и спокойно заменять мешок гантелей. Два упражнения на развитие мощности, потому что в хоккее для броска, для силовой борьбы важен ваш корпус, важен ваш стартовая скорость. Стартовая скорость, да. Все вот здесь спокойно занимайтесь, технику вам все объяснили. Просто надо лишь прийти в зал, взять, сделать и поработать над собой. Спасибо, Порш. Всем пока.